Привет, мои биатлонные друзья! Сегодня у нас день итогов, будут итоги и покупку мира, но начну с этапа Кубка России в Вате, который прошел немножко в экстремальных условиях. Сибирские морозы стали главной его проблемой, в итоге из шести запланированных гонок только воскресные эстафеты прошли при благоприятных для спортсменов условиях, комфортные минус 10 градусов. Женскую индивидуалку пришлось совсем отменить, а спринты провести при програничных температурах, из-за чего порядка 40 биатлонистов не вышли на старт, в том числе несколько лидеров сборных России и Белоруссии. В принципе, штатная для зимнего вида спорта ситуация превратилась в квест, где каждый выбрал свою линию поведения. Конечно, я не стал бы осуждать спортсменов, которые отказались выходить на старт, потому что за пару часов до гонки электронный градусник на стадионе показывал минус 23, потом он внезапно отключился, то ли из-за мороза, то ли чтобы не травмировать психику спортсменов. Но, так или иначе, я понимаю, допустим, ту же Наталью Гербалову, которая сказала, что здоровье важнее и выходить вот там при пограничных температурах не хотелось бы. Тем более, никто не знает, официально было минус 20 на момент старта, но поговаривают, что может быть было и чуть ниже. Поэтому здесь ситуация очень неоднозначная. Были откровенно недовольны этим решением, как старший тренер Юрий Каминский и один из тренеров по фитнесу Санкт-Петербурга, который сейчас, говорят, в Турции отдыхает, но там тепло. Конечно, не то, что в Увате. Другая проблема – это подготовка трассы. Во-первых, у Увате долгое время не было естественного снега, поэтому проводили искусственное снижение и сразу не удалось создать достаточно толстую снежную подушку. С другой стороны, когда за три дня до соревнований пошли жалобы, тоже это было непонятно, потому что работы по подготовке трассы продолжались. Тут как раз уместно вспомнить поговорку про то, что дуракам незаконченные работы не показывают. Но к соревнованиям организаторы привели лыжню в более-менее нормальный вид, хотя не обошлось и без нареканий. В частности, участники жаловались, что возникали проплешины какие-то на трассе, камушки попадали, были узкие участки, хотя работа велась. И велась даже за день до эстафет ночью. Организаторы расширили на два метра трассу, чтобы создать максимально комфортное условие для спортсменов. Понятно, эмоции Даниила Серохвостова, который на этой трассе убил хорошую пару лыж и поэтому не скрывал своих эмоций на финише. Но, в общем-то, с другой стороны, можно и понять тот момент, что жюри могли его дисквалифицировать и за неспортивное поведение. Но молодцы, что подошли к вопросу неформально, поняли эмоции молодого спортсмена и, в общем-то, не стали жестить. По поводу много разговоров также идет, по поводу призовых, что, дескать, вот, может быть, расширить, не расширить. Я эту тему уже затрагивал и мне кажется, что шестерка это нормально, единственное, немножко обидно за белорусов. Другой вопрос, что слышал сразу от нескольких представителей регионов, с которыми мы находимся постоянно на контакте. Также слышал недовольство со стороны другого лагеря, что, в общем-то, идет такой конкретный накат на Майгрова и его команду перед стартом. Это ожидаемо. Когда выборы закончились, я сразу сказал, что хоть его главный оппонент и уходит отовсюду, но уйдет он в глухую, в жесткую оппозицию. И, соответственно, он и его сторонники будут и дальше разгонять любой негатив в отношении нашей команды. Тут мы видим и понятно становится, почему недоволен тот представитель тренерского штаба, который при другом кандидате виделся бы главным тренером. Понятно, там, отдельные регионы их поведения, понятно, там, реакция отдельных журналистов, которые поддерживали нуждового изначально. И, в общем-то, здесь, я думаю, что СБР нужно, как бы, выдерживать, во-первых, держать удар и действительно исправлять ошибки. То есть, то, что касается конструктива. Ну, а что касается откровенного неконструктива, которого, к сожалению, большинство, то просто не обращать на него внимания и идти дальше. Как знаете, собаки пусть лают, а белый биатлонный караван бежит. И я думаю, что в Тюмени, на одном из лучших комплексов жемчужины Сибири, соревнования пройдут великолепно и погода позволит. И уж как тюменцы умеют организовывать старты самого высшего уровня, тут объяснять, я думаю, никому не надо. Что же касается шестерка или десятка, ну, тоже позиция Майгрова мне понятна. Он демократ, готов прислушиваться к мнению спортсменов и отдать комитету спортсменов этот вопрос в компетенции. Только тут один момент по поводу трансляции на федеральном канале. Надо понимать, что контракт СБР и Паривальт полагает нефиксированную сумму спонсорских выплат. А выплаты за каждую конкретную гонку, показанную в эфире федеральным каналом Матч ТВ, а не Матч Арена. Поэтому отмененные старты и те, по которым телевидение предпочитает показывать повтор вчерашнего футбола, денег в казну не приносят. А потому, в общем-то, призывы распределять из уст уважаемого мной Дмитрия Губерниева выглядят нелогичными. Почему эти вопросы он задает именно Майгурову, а не своему руководству телеканала. То есть здесь должно быть движение, мне кажется, с обеих сторон. Ну вот, таким образом, я думаю, что еще раскачивание лодки продолжится. И, как говорится, победа на выборах. Кто-то победил, а кто-то, наоборот, оказался очень сильно уязвлен этим поражением. И, знаете, уязвленное повышенное самолюбие, оно часто приводит вот к таким последствиям. Что касается интриги самих соревнований, то, ну, отмечу высокую конкуренцию. Во-первых, то, что очень здорово, что в каждой гонке побеждали представители разных регионов. То есть провели всего семь гонок и, соответственно, семь разных регионов победителей. Это классно. Насчет идеи. Вот, кстати, конструктив есть. Все-таки у оппонентов идея, озвученная и комментаторами Матч ТВ, и другими, скажем так, лицами. По поводу того, что проводить Кубок регионов, аналогично Кубку наций, это, в общем-то, здраво. Но, опять же, мы возвращаемся к чему, что одни регионы могут выставить две команды, а у других и одной полноценной не набирается. То есть все в неравных условиях. Вот как раз клубная система и клубный биатлон, когда несколько маленьких регионов могли бы создать одну общую команду и объединить усилия. И эта команда была бы конкурентоспособна, там, скажем, 3-4 региона создали бы команду, которая бы конкурировала с одной Тюменской областью. Это уже было бы круто. Поэтому мне кажется, что вот как раз клубная система, она рано или поздно должна прийти и прийти на смену вот этим регионам, региональным федерациям. К тому же мне непонятна вот система двойного зачета. Но, представляете, если бы Шамаев бегал бы за Россию и за Румынию, например, одновременно на Кубке мира. Ну, или там за Румынию и Молдову, да. Это выглядел бы просто как нонсенс. У нас же это в порядке вещей. Вот два красноярца, которые выиграли смешанную эстафету, они параллельным зачетом остались как спортсмены Ленинградской области. То есть, на самом деле, много о чем можно говорить. Если говорить о персоналиях, то, конечно, я бы отметил две медали биатлониста из Пермского края Ивана Колотова, с чем я поздравляю его тренера Иннокентия Каренцева, замечательного наставника, с которым мы много лет знакомы и который готовит периодически сильных спортсменов для российского биатлона. Колотов летом ездил на сбор группы Башкирова за счет региона, как раз по просьбе личного тренера. Но сейчас этими великолепными результатами он рассчитывает на то, чтобы попасть в сборную уже через парадный вход и там закрепиться. И вот тут мне тоже непонятны, скажем так, мысли бывших руководителей, которые говорят о том, что институт сборной не нужен в нынешней ситуации. Но как не нужен, если это огромный стимул, это отличные условия для подготовки. То есть, если сборную убрать, то все будут бегать на уровне какого-нибудь условного Пермского края и будут в такие условия поставлены. А здесь мы даем возможность лучших получать лучшие условия и туда стремиться. И пусть такие ребята, как Колотов или кто-то еще, кто проявит себя на внутрироссийских стартах, они тут же лифтом могут после Нового года попасть уже в списочный состав сборной и получать все лучшее и дальше развиваться. Поэтому я считаю, что такой огромный стимул, он должен присутствовать еще и помимо финансового, безусловно, важного стимула. Ну а красноярская команда, да, два хороших приобретений на трансферном рынке. Как я это написал из Ленинградской области, Ярослав Костюков и Евгений Сидоров. И вот Сидоров мне понравился. Действительно, молодец, вытащил команду с четвертого места на первое. Понравилась достойным выступлением и Наталья Шевченко, которая, я считаю, что будет и дальше расти. Она уже выросла как снайпер и теперь ее задача будет вернуть былые лыжные кондиции. Но, как она сама сказала, в начале сезона она никогда не показывала блестящих каких-то результатов. Поэтому можно рассчитывать на прогресс скорости уже и в этом сезоне. Тут, конечно, надо отдать должное Михаилу Шашилову и молодежь у него показывает зубы. Вот Алина Кудисова с хорошим ходом девушка, но стрельба пока не складывается. У Анастасии Батмановой наоборот. Стабильная стрельба есть, но не хватает пока скоростей. Но, тем не менее, это все молодые спортсменки, как и сама Наталья Шевченко, у которых есть определенное будущее. Поэтому вот такие мысли у меня сегодня. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на телеграм, ссылка в описании к видео и в первом комментарии. И не заходите на штрафные круги.